А ну, отвалите! О, какого... Эй, привет, дружок! Откуда ты взялся? Повезло вам, салат. Мы почти вас ликвидировали. Ликвидировали. Он так и сказал. Фу! Ни капли деликатесности. О, черт. Всех бы вас убивал. Не тебя, длинный язык. Нет. Тебя, Леди Хэлл, ждет живым. Но не слишком живым. Вы не выполнили миссию. Позор. Это Квилл. Эти посредственные головорезы утверждают, что Леди Хэллбендер наняла их убить нас. Эй, мы не посредники. Мы состоим в лиге. Не-не-не. Ты сам сказал, что она будет нас преследовать. Я надеялся на чудище. А здесь эти. Мы б вас поубивали. Ничего. Все впереди. Слышал, Питер Квилл? И все потеряно. Да, супер дракс. Недолго нам сидеть в этих клетках. Во-во. Да-да. Дружбаны нас спасут. Да. Эй, это ошибка. Я не виновник. Вы будете мечтать о смерти. Молчите. Космо, ты там? Космо! Космо! Хорошо, что ты появилась. Было бы еще лучше, если бы ты меня не бросала. Я не бросала. Нам было так весело, и вдруг ты... Погоди. Я что, был наживкой? Ха! Что ж, твой план сработал. И даже больше. Мы теперь в тюрьме. Тюрьма у нас в голове, Питер. Вытащит нас отсюда, Леди Хэлл? Ну, кто-нибудь вытащит. Она, Леди Хэллбендер. Может, нам придумать план? Мало ли. Разве мы и без плана справлялись в Раду. Эй, Космо! Мне очень нужно в туалет. Да, не слейте в лапах. Ааа! Мелкий патр, меня царат! О, это еще не все. Я тебя лохвидирую. О-о-о! Хе-хе, эй, ребят! Не ожидал вас здесь увидеть. Выкуси, писклить. Писклить? Да. Их ломажу их там уже. Запкнись их камерно. Да ладно, тебя обидел кто-то. Ты. И мы увольняемся. Я из Грут. Нет, ты тоже. Не разговаривай с ним. Ракета, друг, перестань. Мы были в шоколаде. Вы с Грутом не просто охотники за головами. Фырк. Что ты сказал? Я сказал фырк. Так не говори фырк, а фыркой. О, так я и самовыражаюсь неправильно. Сказать еще, ты правда просто вуф? Я из Грут. А что ты хотел услышать? Ракета, друг, вуф. Надо было вуф тебе, когда вуф шанс. Вуф есть Грут. А вот он вуф. Ты не вуф-вуф-вуф. Что? Ты вуф надо мной. Я столько раз говорил, я тебе вуф, не животное. Вуф ты головуф. Иди там вуф-вуф. Я из Грут. Вуф-вуф. Что за колодовство? А где мы? Вы по-прежнему на заплении. Ха-ха, Космо. Здорово, приятель. А мы тут как раз... Страж Галактик скажет Космо, зачем они проникли в кору Континуума? Континуума, иначе Космо устроит им еще не такой психологический гулаг. Проникли в... Не корми Космо кошачьим кормом, Петр Квилл. Ты изодно скромным мрадом специально отвлек внимание, чтобы гадкий енот и разумное древо использовали кору, возможно, в своих шкурных интересах. Космо также знает, что на корабле Стража Галактик стоит трекер Нова. Я уверен, это поправимое недоразумение. Так? Так. Мы сюда попали из-за событий на скале Нова. Страж Галактик был на скале Нова? Да, чтобы найти Центуриона Кореллы и выплатить штраф. А что? Странные сообщения множатся в Галактике. Как кролики весной. Космо послал много отрядов на разведку. Все сгинули. Теперь из Каланова шлет тот же сигнал. Страж Галактик доложит Космо об увиденном. Бойцы Нова убивали друг друга. Я и скрут. Они там все словно белины объелись. Или обратились. Да. Во время обряда со жрецом. Они говорили про обещание. Так точно, сэр. Братство птиц. Культ негативной зоны. Церковь Вселенской... Стой, 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 стоп! Это они. И с ними старикашка. Его челнок накрылся на надежде Хала. Великий объединитель Рейкер. Глава Церкви Вселенской Истины. Космо припоминает. Старый культ. Весьма влиятельный во время Галактической войны. Сейчас полузабыт. Ты сказал, скала передает сигнал. А вдруг их религия каким-то... Нет. Церковь Вселенской Истины умерла золотокошим богом. Давай мы сгоняем на надежду, разведаем. А? Я и скрут. Что? Из твоих отрядов никто не вернулся. С людьми стало быть напряженка. Мы хотим знать, что случилось, так же, как ты. Да ну. Отправь нас на разведку. Петр Квилл вечно кидает. Но не мяч тебя. Мяч. Мяч. Что Страж Галактик просит взамен? Пустяк. Сними обвинение. Обратись в штаб-квартиру корпуса. Пусть аннулируют наш штраф. И мы летим. Это совсем не пустяк. Признай, слюнявый. Без нас никак. Нас? Пока что. Или у тебя другие глупцы на примете? В Советской России Космо не стал бы верить ушлым капиталистам. Но до Родины далеко. Зато Космо знает о силе залога. Корабль Стража останется на забвении. Что? Только не наш корабль. Мой. И как найти надежду Халы? Как и енот знает. Идем. Время не ждет. Так куда мы направляемся? В первое поселение. Из прежних времен. До того, как Тивангруп явилась. А первое поселение шахтеров не исчезло? Нет. Заброшено. В основном. И строго засекречено. Так это сюда ты вломился? Приложив немало усилий. Стоп. Это кора континуума? Лучший способ попасть на корабль корпуса, пока тот не исчез. Ты нашел корал? Где она? Корабль находится в системе Элитра на орбите планеты мусора. Контракции? Косма не удивлен, что Гакам и Еноту нравятся мусорные планеты. В уборных там можно найти ценную информацию. Вся планета теперь транслирует тот же сигнал, что и скала. Косма не понимает, почему и зачем. Все эти бары, игровые залы и бордели. Может, это не так и плохо. Косма вынужден согласиться с убийцей. Мы там были и тебе понравились. Тихо. Не волнуйся, Косма. Мы разберемся с этим сигналом. Или погибнем. Да не дрейф. Я с тобой. Я есть Грут. Спасибо, Грут. Тебе я верю. Много кто знает об этом месте? Немало. На всю галактику не рекламируем. Но ученые разные прилетают. Знает Анос об этом месте? Мертвый король титанов нас больше не волнует. Я удивлен, что грызун смог обойти твои системы безопасности. Гаркие еноты вечно ли... Так что это? Еще один лифт? Я есть Грут. Сами поймут. Попрошу отойти, Страж Галактик. Ого! Что за величественное колдовство? Я есть Грут. Да вообще, как будто не видели гигантской руки из другого измерения. Прошу на ладони. А если проблемы, как вернуться? По паспорту он свяжется с Космо и, если проблемы, вернет Стража Галактик обратно. Я не знаю. Лучше уж ты, чем этот капитан отважный. Пора. Проследуйте, что с кораблем корпуса. Доложите с помощью паспорта. И ты скажешь миросознание, чтоб не было штрафа? Космо постарается. Удачи, Страж Галактик. Тут есть ремни безопасности. Хоть теперь тебя не вырвет. Это... Колдовство? Это головокружительно. Я есть Грут. Ты привыкнешь. Мы в космосе. Где-то между космосом. Между измерением. Между временем. Даже между реальностями. В каком смысле между? С этой штуковиной мы можем попасть куда и когда угодно. Даже в несуществующие места. Типа... Прямо дух захватывает. Что за название? Мстители. Так и должно быть? Должно? Это еще цветочки. О, Пэт Беннатор и Джоан Джетт, храните нас. Что за богов ты поминаешь? Богиня. Дракс? Дракс? Смеюсь не я. Это дурное предзнаменование. Мы все умрем. Или... Это другая реальность. Знакомый звук. Точно другая реальность. Смотрите. Человек-паук. Стоп. Это земля? Мама? Скорее, твоя подружка уже здесь. Заходи, Джейни. Питер сейчас... Серьезно? Джейни? Итак, вперед. Надежда Халлы. Наверное. Держись, Груз. Прибываем. Халла, сохрани. Ханимар. Ну, понеслась. Вы в порядке? А разве похоже? Я постараюсь включить гравитацию. Ну, сука. Значит, так навсегда и зависть. Ракета, подскажи, что мне искать? Дракс, скажи звездному подхвосту, что для создания искусственной гравитации используются внешние магистрали питания. Зверь говорит найти магистраль питания. Ясно. А как она выглядит? Передай ему, что остатки заряда должны быть видны на его визоре. И пусть кончает задавать идёткие вопросы и спустит нас. Так, у меня тут две магистрали. Скажи ему, чтобы он их включил. Я их включил. Спасибо, Грод. Не помогает. Гамора, пусть он проверит отсек питания. Тут пусто. Какой страдёт батарей. Ты услышал? Да, да. Нет, ухляк. Здесь произошло что-то ужасное. И как ты догадался? По отсутствию силы притяжения или по разгрому? И то, и другое улики. Объясните ему, что он ищет. Питер Квилл, ты и должен найти... что-то. Батарею, чтобы мы могли врубить гравитацию. Вот это нам и нужно. Ну так бери её. Ладно, ребята. Я вас быстро поставлю на ноги. Так, нашёл батарею. Наконец-то. Эй, я вообще-то стараюсь. А мы всё висим тут. Ракета, а что вы с Грутом делали в хоре? Возвращались в задание. Выпланы. Но зачем возвращаться на забвение? Вы же уволиться хотели. Но там... Ждал клиент. Вернулись за гонораром. Так, я установил аккумулятор, но ничего не происходит. Серьёзно? Я не знаю. Ай, ладно, скажу ему. Слушай меня, Кополюб. Что ты там видишь? А тут синий провод и два разъёма. Жёлтый и красный. И зелёная штука. Не трожь зелёную! Вот орать тут на меня не надо. Ладно. Ладно. Так, воткни провод в любой из разъёмов. Нам ведь нужен только импульс. Прям в любой? Да без разницы. Выбери сам. Мне, значит... Была не была. Вот чёрт! Ты и грабил тебя на штуку! Говори! Пусть обляю, Крилл! Держитесь! Что такое? Критер! Я! Я сейчас уходу! Гравитация не восстановлена. Тебя же просили, Крилл. Я сделал всё, как... Я... Я впечатлён. Ты такое умеешь? Я сам в шоке. Его оружие становится всё смертоноснее. Уже второй раз улучшаются. Третий. Если это третий, то когда был первый? Когда меня похитили. И мама умерла. Нужно продолжить выполнять задание ЦАН. Сначала надо разобраться с обломками. Я есть ГРУТ. ГРУТ прав. Немного энергии решит проблему. Можем связаться с космосом? Рассказать, что мы выяснили? Рассказать, что это случилось? Кодовое слово? Я есть ГРУТ. Ладно. ГРУТ хочет, чтобы мы договорились о кодовом слове. Неплохая мысль. На случай, если нас возьмут в плен. Как насчёт... Квилл, дебил. Слишком привлекает гримагия. Фраза должна быть употребима в речи. О-о-о! Кодовое слово верхом на звёздах. И будем звонить в космос, когда разберёмся, что здесь происходит. И предлагаю всем употреблять выражение «почёт для пса», чтобы помечать информацию, ценную для расследования. Да. Как скажешь. Почёт для пса. Что-то заставило экипаж покинуть корабль. Может, они увалились? Не всем свойственно сбегать при первой же проблеме. Это намёк? Нет. Адресная критика. Я их вручу. Бросьте. Ракета ушёл, но вернулся. Остальное не вон. Это единственный выход. Но нет электричества. Отдельная цепь питания. Нормально. Что же это такое? Возможно, это ключ ко всему нашему расследованию. Вы это почувствовали? Ага. Так же было, когда включал силу притяжения. И сам он, конечно же, ни при чём. Тут всё прям как на скале. Вот именно. Последняя отчаянная попытка удержать оборону. Подходящее место. Если был бой, куда делись тела? И правда. В спасательном ангаре их тоже не было. Может, все сбежали? Я бы на это не надеялась. Ладно, проберёмся в каюту Карел. Скажите-ка, Квиллу! Да хватит уже. Мы можем общаться нормально. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Ладно. Ты готов к тому, что твоя подружка не выжила? Теперь ты уже просто злобствуешь. Здесь только резервное питание. Подсчёт для пса. В отсеках корабля отсутствует питание. Что мы упустили? Давайте сначала. Нас арестовала твоя подружка. Как и великого объединителя Рейкера. И его корабль взорвался. Не с этого ли всё и началось? Может, Рейкер что-то вёз на корабле? Может, газ? И случилась утечка? Я раньше такие штуки подстраивала. Ну точно. Через вентиляцию газ разнесётся по кораблю. А нам бояться? Раз мы до сих пор не спятили, значит нет. Конфликт, похоже, был локальным. Продолжение следует... Узнать бы, как тут всё устроено. Мы бы поняли, где всё началось. Ты знаешь, где мы, Гамора? Нет. Мне экскурсии по кораблю не устраивали. Тогда доверять тебе было неразумно. Ты опять? Я лишь поддерживаю решение Корпуса Нового не доверять тебе. Тогда... Чем больше мы ругаемся, тем больше упускаем. Блестящая речь. В рекламе подсмотрел? Я к тому, что у нас проблемы. И нам нужно работать сообща. Зря я не поел, как следует на запвении. Кто-то мы тут по тьмах блуждаем. О-хо-хо! Какая красота! Кончай флиртовать. Это должно быть верх тормашками. Ну, только если тебе нужно направить всю энергию в потолок. Бессмыслица. Наверняка есть причина и плохая. Проверь консоль. Оно поможет переперевернуть ядро. Или... Отперевернуть... Отпернуть. Ракета. Манипуляторы не выдвинуты. И консоль заблокирована. Сможем вытащить их. Перевернем ядро. Там должно быть еще оборудование. Гамора, не подсадишь? Разумеется. Пора. Там точно что-то есть? Определенно. Не сработало. Сработало, да. Зная, как твои пистолетов, вышли бы неплохие рабочие инструменты. Неплохо. Теперь выпустим второй. Так, Гамора, теперь займемся вторым. Ладно. Работа, Барк! Спускайся к нам! Так, посмотрим, что можно... Да чтоб меня! Парни, у нас гости! Ага, снова несороженные уроны! О, я надеялся тут кого-нибудь найти, но не в таком виде. Теперь мы знаем, кто перевернул ядро. Но зачем? Они теперь берут наш успех. Отлично! Значит, мы что-то нарушили. Разберитесь с ними, пока не подошли другие. Мы обеспечили их тайм-нарушку поезд. Они разозлежутся. Нам всем надо будет подладать свое снаряжение. Покажи им, что ты можешь. Вовремя! Берегись! Крупный калибр на подходе! А вы заметили, что когда мы перенаправили ядро, грохот прекратился. Нужно найти способ туда забраться и выяснить почему Ракета, что говорит консоль? Что кнопку нажмешь ты Ладно Сурприз! Это что-то подъемник, можно на ней подняться Видать, крутые реактивные костюмы местным рядовым не полагались Да вообще, никто не уважает инженеров в наше время Хотите эффективное техобслуживание? Эй, стопоры, они нам мешают Слава эти уродцы! Эти подклассы от перей перевернули ядро! Надо перей от перей перевернуть и его обратно Сначала покончим с ними Рак, вставай! Ой, конец, смотри это! Да, и постарайся, чтобы тебя не застрелили друг Эти не крутые мины меня скоро с ломарки идут Надо успокоить этого храга хвоста, давай разу навсегда Боли его, Драк! С радостью! Папа, получим вид! Наконец-то! Я с меня забрали эти бомбы! Отлично! Что случилось? Сигнализация! Придется идти на пролом! Снови, купонаристов! Нисти положим в конец, смешно! Клокусы этого заклинателя меня разжарят! Делаем это всех, я не знаю, у него! А это наш страну могло уделить! Будь о нем! Позмож сделаем нам новое! Надеюсь, мы не сражались, прежде всего на войне! Или мы! Или они! И точно не они! Ладно, давайте снимать стопоры и поехали дальше. Я могу их просто вырвать. Не получится, Крепыш. Девушки отдыхают. Вот, я открою дверь. Включай визор, на нём видна проводка. Так, визор есть, что дальше? Ты должен видеть на стенах проводку. Ищи маршрутизаторы под напряжением. Ищу светящиеся маршрутизаторы. Так, как найдёшь, подай на них заряд, чтобы переключить направление тока. Польнуть в них электричеством? Ну да, тебе нужны здоровые светящиеся провода, идущие к стопорам в цену. Здесь заперто. Можешь открыть? Нет, можешь запитать. Не отсюда, но что-нибудь придумаю. Так, что толку от надежды халы, кроме кучи неприятностей? Это миротворческий корабль. Способный наносить разрушения. Гамора, сделаешь брешь в стене? Нет, не хочу клинок портить. Тракс, мне нужно проделать тут дыру. Я займусь этим. Так, не расслабляйся. У Квила талант нажимать не на те кнопки и перерезать не те провода. Лохматый грозун намекает на то, что ты приносишь неудачу. Но учитывая, что он мне указывает, что нажать и перерезать... Вот один маршрутизатор. Надо переключить. Ага, вот это мне и нужен. Грут, у меня одна идея. Можешь корнями поднять меня вместе с этой платформой? Ну знаешь, корнелифт такой. Я и Грут. Грут хочет попробовать корнелифт. Я и Грут. Типлок, Грут будет помогать. Да, он такой. Подними-ка, Грут. Я и Грут. Может, убийца Нова знает, как управлять машинами? У нее есть опыт? Я была убийцей. Могите гаштантов. Ну и всех, да, не трогайся. Ты бы картину писал чуть-чуть шваброй. Срывчатка. Вот мой инструмент. А швабры пусть другие машут. Ну что, получилось? Ага, нет. Теперь вижу. Ты сделал половину. Займись остальными. Так, у меня начинает получаться. Скоро я смогу занять твое место. Да без проблем. А я с того, ты взайму твое? Ты и так часто забираешься на его место. Я этого не слышал. Я есть Грут. Грут прав. Может, позвоним в космос, скажем, что попытались и уберемся отсюда подальше. Мы же не виноваты, что тут все заперто. Мы выполним наше задание. Звучит, конечно, классно, но мы обычно их спроваливаем. Не на этот раз. Мы делаем важное дело. Ну, есть идея, на что им столько энергии? Им всем понадобилось зарядить свои устройства. Свои что? Планшеты и прочие персональные электронные устройства. И для этого понадобилась бы энергоустановка корабля? Я не специалист по технологиям корпуса. Ну, так что, как думаете? Заботит Квил снова с синякожей леди? Ха-ха. Она не леди. Она не способна до такого опуститься. Мой опыт говорит другое. Мой опыт говорит другое. И почему Классман не послал разбираться с этой задачей своих дуболов? Все просто. Тут нужны профессионалы. Ага, пудель, у которому сгромил и пихал Бендер разобраться, как фонарный столб обоцать, нужна наша помощь. Уже поверил. Ладно. В этом мы согласны. Дело шло бы быстрее, если бы сканированием могли заняться все. Легко. Есть лишь ты, царнадюмные гексы решетчатые кристаллы. Делаю тебе такой же. Я ищу Рут. Нет, их не осталось. Мы только один. Рут, нужна твоя помощь. Корнелифт. Я ищу Рут. Я ищу Рут. Так, я смогу перенаправить питание, чтобы выбраться отсюда. Ласкут вам. О да. Ну, кто умнее корпуса Нова? А знаете, обычно путешествующих через измерения заставляют проходить через карантин и адаптацию. Стоит беспокоиться. Обращайте внимание на тревожные симптомы. Маразм, паранойя, агрессия. Ты сейчас описала нас. А как понять, что... О, здрасте. Хм, что я открыл? Похоже, у тебя все получилось. Теперь иди в аппаратную и жми отключить стопор. А я пока перетереверну ядро, чтобы мы могли ехать дальше. Дверь открыта и питание пошло. Еще немного и сойдешься по пошлике инженера. Класс. Стопоры растопорены. Молодцы. Дуй сюда, пока вы без тебя не свалились. И на сколько вас хватит без главного нажимальчика кнопок? Мы знаем, что здесь есть зараженные. Значит, наверху с большой вероятностью творится что-то плохое, так? Наверное, им нужен источник питания. И мы их разозлили. Скорее бы разобраться, что тут такое. И вернуться к космосу за наградой. Вот и наша остановка. Эти двери закрыты. Найди другой выход. Ракс, вдарь по панелям, которые провода ведут. Ха-ха. Отойдите. Приезжай в Калифорнию. Отдохнем, развлечемся. Что это? Эээ, ничего. Нет, это. Опять перевернули ядро? Что-то снова заряжается. Класс. Молодец, Квилл. Чувак, ты раздражен. Ты уж прости. Прощаю. Правда? Так просто? Если ты не в курсе, просящие прощения Квилл сейчас не самое важное из происходящего. Воу! В рот мне хвост! Что эти вставские тюбуны сделают с контактией? Ракета, что это за хрень? Я беспонятель. Она что-то выкачивает. Это связано с теми губами? Я не знаю. Надо глянуть поближе. Этардвилл, мы уже бывали в этом ангаре. Девушки отдыхают. Карелл бы никогда не позволила сделать такое со своим кораблем. То есть, она эвакуировалась? Не знаю. Может, забаррикадировалась в своей каюте. Я не знаю. Мы не уйдем, пока не выясним, что здесь произошло. Ну так что это? Они используют этот луч, чтобы зарядить что-то типа аккумулятора. Стандартные галактические порты. Регелянские сепараторы. Готовный гриз. Отдельные слова я даже понял. Впервые в жизни такое вижу. Я не знаю. У меня все приборы зашкаливают. Но что это за энергией понять не могу. Что за мяг? Почет для пса. Почет для пса. Вот это бронка. Провод, нам нужно глянуть на ту гигантскую луч и хрень. Переправишь нас? Почет для пса. Нужно уничтожить эту штуку. Мы даже не знаем, что это. Да может так. Мы наверняка разнесем весь корабль. И тебя тоже. Не подставляйтесь под луч. Дельный совет. Старший галактик. Говорит по узлам. Кулиния указана на то, что Надежда Халлы включит тому, что происходит в Галактике. Что там шуми? Мы сейчас готовим исчерпывающий отчет. Да к хвосту твой отчет. Передача твоего рука нас чуть не угробила. С кораблем что-то не так. Очень громкое что-то. А точнее? Весь корпус снова спятил. Был бой, но трупов нигде не видно. А, и здесь гигантская лучевая пушка. Старш отыскал Центуриона, Карел? Пока нет. Старш должен ее найти. Может, она ответит на вопрос. Я все же не понимаю, что произошло. Какой-то бунт? Женщик, здесь пригодится твой опыт сражения с Центуриотом. Рассредоточиться! Рассредоточиться! Не-е-ет, поговорить прям не по-трубе. Вам надо придумать, как его ты там не хочешь. Моя тафика! Стрелять! Ой, мы-то, злогена! У всех есть пик войдет. Дай знать, когда найдешь его! Сделай это, здоровяк! Чтобы просто разозлить их, гигантка! И внизу тоже! Надеюсь, они отключены от миросознания. Надеюсь, они отключены от миросознания. Может, гигантский компьютер во всем и виноват! Ади-ди-ди-ди, это правда! Отлично! Никаких больше полетов! Вы, мистер руки, засладите за башню, все на литературе! Твой голос раздражает их! Продолжай! Последние слова! Сотри, прошу! Вы не видели, как я это гол? Вот такого роста! А этот рост полгода мне не поможет, Крилл! Этот ментун уворачивается от моих выстрелов! Эй, Крилл! Хоть уж увидеть салют! Какая секущая работает! Эй, Крилл! Эй, Крилл! Эй, Крилл! Устроим этому подарцу аварийную посадку! Эй, поговорить прям не буду! Садачи! Давай, Камора! Это мне по душе! Связься! О, да! Получай подвозь и снова! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Стреляйте в шипки у них на груди! И тогда же они перестанут бегать! Ладно. Сдается, мне началось всё именно на этом корабле. Найдём Крилл, она нам всё расскажет. Есть идеи, где её искать? Начнём с её каюты. Я даже знаю, где она. Ты знаешь, как нам выбраться? Да, благодаря Драксу. Выйдем через дыру, куда мы с Ники свалились, когда взорвался корабль Рейкера. А знаешь, ты так мне объяснил, зачем тогда вслед за ней прыгнул? Эм, за тем, что просто должен быть. Поспешим. Могут прибыть новые фанатики. Нужная нам дыра за теми движущимися аккумуляторами. Нам нас... Дракс, подтащи эту штуку поближе. Полагаю, у тебя есть план. Ха, что-то не так. Надо выбираться отсюда. Идеальное место для засады. Кажется, я зря старался. Успешный план состоит из этапов. Опять читал книжки по мотивации? Питер, нужно как-то затормозить эти батареи. Думал, что это сработает. Что я упустил? Отчет для Пса. Грохот продолжается. Бедная контракция. Ракета, куда ведет вентиляция? Лишь попадаешь отсюда. Нужно приготовиться на случай, если зверь попробует уничтожить машину. Вот и все. Я все сделаю. Да, спасибо. Имей в виду, эту штуку может расклинить. Нам нужно как-то пройти. Все по моей задумке. Впечатляюще, Питер Квилл. Надеюсь, он от этого не взорвется. Предлагаю тут не задерживаться. Отлично, вперед. Туннель на той стороне. Хорошо, что больше никто не появился. Объединитель обнаружил вторжение. Вперед! Мы разберемся. Ее болью. Живо. Их слишком много. Прыгайте в дару. Все же не понимаю, зачем ты прыгнул за девчонкой? В десятке твоих самых тупых поступков. Ты видел, как он за тебя волновался. Эй, без него она бы нас тут сгноила. Я боялся, что нас засадят на подольше, если он погибнет. Это было так мило. Я вас ненавижу. Так, Грут. Кажется, я знаю, где вы. Надо только попасть в тоннеле на той стороне. Я и Грут. Я почти уверен, нам сюда. Почти уверен? В прошлый раз тут все было в огне. Хочешь, могу устроить. Нет, ракета. Нет. Это разве не кусок корабля-объединителя? Объединителя. Да пофиг. Они упоминали, что Рейкера арестовали по той же причине, что и нас. И совсем по той же. Он что-то искал в карантинной зоне. Ники говорила, он ловил богов на свалке. Что за божество обитает в карантинной зоне? Такое, которое нужно держать в карантине. Не думал, что вы с девочкой провалились так глубоко, Питер Крилл? Я не провалился. Я прыгнул, как герой. Гамора, помоги-ка мне здесь. Сейчас я. Рут, давай еще разок. Мы найдем Карелл и Ники. Я не буду. Так что, все согласны, что Центурионша с девчонкой вряд ли выжили? Карелл пережила ужасы войны и роман с Питером. Но я готов поспорить, здесь они не выжили. Ты готов поставить деньги на смерть матери с ребенком? А если мертва лишь одна? Ники невероятно находчивый подросток, а Карелл боец. Я готов спорить, что они обе живы. Не зарывайся, Квилл. Подумаешь, одно пари в карантинной зоне выиграл. Да, спасибо, что напомнил. Я готов. О, подиники! Ты в порядке? Я есть Грут. Грут говорит, пора думать, как отсюда выбраться. Я есть Грут? Мы думаем найти ответы на наши вопросы и вызвать космо. Ах, на ваши вопросы. Ты, случайно, Ники не видел? Прости. Что? Ты хорошо себя чувствуешь? Это один из роботов Ники. Она им всем имена дает, заботится. По нему не скажешь, что о нем кто-то заботился. Питер Квилл, это место не кажется мне безопасным. Лучше так, чем когда в тебя стреляют. Ты говори за себя. А ты предпочел перестрелку? Лучше стрелять в того, кто тебе не нравится, чем искать того, до кого нет дела. Нашему предводителю, похоже, есть. Так и нам следует сделать вид. Я есть Грут. Ох, не сомневаюсь. Осторожно, Питер Квилл. Так, мне кажется, в прошлый раз тут никакого зеленого газа не было. То есть смертельно опасного зеленого газа. Тут сплошная смертоносная западня. Ведь есть какой-то способ запаять эти трубы. Да уж, надеюсь. Потому что я водосоваться не собираюсь. Как насчет твоего магического ледяного оружия? Или, быть может, тебе нравится вдыхать пьянящий аромат смерти? Славно. Вот так. Остынь-ка. Да, это убого даже по твоим стандартам. Снова газ смерти. Может, Ники и Корелл используют его, чтобы защититься? Или, ну, мало ли, они мертвы. Чувак, знаешь что? Ты ведешь себя, как последний кретин. Даже хуже, чем обычный. Я чувствую напряжение. Может, уже перестанете оба? Согласен. Или помиритесь, или сразитесь насмерть. Эй, да не моя вина, что команда разваливается. Послушай, ракета. Я знаю, что порой веду себя отстойно. Все мы такие. Уверен, именно это нас и сплотило. Я не отстойен. Я к тому, что вы все мне дороги. Но прямо сейчас опасность грозит не вам. Ведь Ники всего лишь подросток. Ну, раз ты признаешь себя отстойно. Уж будь уверен. В отчет для пса. Крохот продолжается. Бедная контракция. Это точно правильный путь, Питер Квилл? Нам не туда. Я осматриваюсь. Сруби эту штуку, а. Да, не вопрос. Ты уверен, что нам сюда? Главное, будьте начеку. Знаешь, Питер, если Ники и Корелл действительно... Они живы. Просто нужно быть готовыми ко всему. Они живы. Они живы. Есть ли что-нибудь в отчет для пса? Нет, ничего подходящего для отчета. И следов Ники или Корелл тоже. Это тебя научат перед лицом вечной тайны смерти. Думай о том, что доступно разуму. Буду иметь в виду. Вот, нам точно сюда. Отметки говорят об обратном. Вот именно. Секретное убежище Ники совсем близко. Мы ищем не каюту Центурионши? Ну да, после того, как заглянем сюда. Постарайтесь ничего здесь не сломать. Это место для нее важно. Ты это все Ники нарисовала? Ничего тогда. Да? Ники! Девочка, покажись нам! Советую вести себя менее угрожающе. Это Питер! Пират! Ники! Мы не будем тебя убивать. Нам нужно попасть в комнату. Закрыто. И твоя новая подружка не оставила тебе ключа? Нет. Должен быть другой путь внутрь. Так, здесь есть проход. Питер! Питер! И ты не можешь убить его по-хорошему. Ты пойми, я беспокоюсь за Ники. Что ей сейчас страшно, больно или того хуже. Пожалуйста, можешь глянуть, не там ли она? Вот. Можешь ведь? Нет тут девчонки. Питер! 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 Её вещи я бы тогда... Нет, в прямом смысле она принадлежала мне. Ээээ... Квилл, тебе стоит это увидеть. Девчонка тобой бредит. Почему? У неё твоя игрушка. Да я просто дал её Карелл, когда мы встречались во время войны. Так, на память. Это ничего не значит. А это значит что-нибудь? Сколько лет ребёнку? Двенадцать. Ха! Какая радость, Питер Квилл. Ты будешь скверным отцом. Но если ребёнок мёртв, в этом случае не важно. Погоди, погоди. Ты нас за этим притащил? Конечно. Ребёнку двенадцать. И Питер Квилл был с матерью двенадцать лет назад. Это факт. Да, хорошо. Сроки вроде как совпадают. Значит, это возможно. В школе это не преподавали. Обалдеть. Ладно. Давайте убедимся, что Карелл и Ники целы. Они явно не здесь, так что пойдём искать дальше. Я уверен, её здесь нет. Кажется, он не свыкся с этой мыслью. Видимо, Ники не фанат Скруллов. А кто вообще их фанат? Действительно. Всё никак не привыкну, что она рубит во всей этой технике. Я куда круче. Да, но ей двенадцать. И что? Мне пятнадцать. Сколько ни пялься, правды не изменишь. Никакая это не правда. Запутавшийся подросток что-то там проецирует. Запутавшийся подросток? Не дело так говорить о своей дочери. Может и нет. Может вот он, её отец. На вид ещё больше раздолбай, чем ты. Похож на Рона, на обвинителя. Действительно. Я к тому, что я тут вообще-то не единственный кандидат. Этот, который раздолбаю, тоже кандидат. А только мне неловко так вот копаться в её вещах. Питер Квилл её отец. Вторгаться в её личную жизнь – его обязанность. Думаю, Ники не будет возражать, если мы им воспользуемся, а, ракета? Даже если будет, мне плевать. Три-класс, как я жду. Три-класс, как мы получаем рамку. Три-класс. Квилл, кто делал czas… Три-класс! Три-класс! Технический наворот. Одна штука. Свежачок. Так что мы там делали? Поздравляли тебя с такой дочерью. Так, тут слева должен быть проход в каюту коры. Ага, вижу. Не факт, что там изнутри не заперто. Посторонись, слезный папаша. Ха-ха-ха-ха-ха. Смешно. Ребят, а можно не смеяться на эту тему? Я переживаю за них. Я способен сочувствовать тебе и шутить над тобой одновременно. Вынужден признать, Камил, твоя Ники недурно тут все устроила. Как она свой терминал от аварийной сети запятала? Я же говорил, она смышленая. Тогда, возможно, она действительно не твое дитя. Да, это точно. Нет в ней твоего фирменного слабоумия. А может, тогда она в маму пошла? Ну, хоть немного глупостей ей должно было передаться. Так, в словах Дракса есть логика. Так что будем исходить из этого. Что, Ники слишком умна, чтобы быть твоей дочерью? Да что угодно, лишь бы вы отстали. Ты правда хочешь быть таким отцом? Нет, я не то... Я не знаю. Но вы тоже не знаете. В этом лифте мы были с Карел и Ники. Если повезет, это как раз они и спускаются. Нам хоть когда-нибудь везут? Это было не слишком вероятно. Я знаю одно. Этот лифт у меня уже в печенку. Я уже знаю, что Петер креял один девочке. Я подозревала. Объясняй, почему он так воодушевлен этим заданием. Интересно, это совпадение или они не сдали? Ясно. Все целы. Раненых нет. Что, ты теперь всегда будешь в папашу играть? Все в порядке. Мы можем за себя постоять. Я знаю, просто... Мы их найдем. Спокойно. Значит, каюта Карел где-то наверху? Ну да. Надо туда подняться. Зато чем дольше мы их не находим, тем дольше можно притворяться, то они в порядке. Снова этот газ. Я не могу. Да-да, он тормозит. А ты думаешь, у него эмоциональная зрелость, как у двухлетких? Это ты о Питере Квизе? О ком еще? Чтоб вы знали, я суперэмоционально зрел. Я тут подумала. Митти отлично разбирается в электронике, кораблях, легко пролезает в узкие проходы. Не вздумай продолжить свою мысль. Вперед, каюту Карел. Вот что для пса. Мы заблудились. Мы не заблудились. Давай, Квилл, признай, ты ведь психуешь. Нелегко, наверное, оказаться папашей раздолбаем. Некоторым требуются годы, чтобы осознать масштаб ответственности. Ну, перспектива оказаться отцом и впрямь немного пугает. Немного? Прими свою панику, Питер Квилл. В ней вся суть отцовства. Так, дело дрянь. Здесь было сражение. Да, я на это и реагирую. И я поснул. Мне это не нравится, Питер. Да, тут была перестрелка, но кто в ней победил, мы не знаем. Я думаю, что знают. Квилл, где находится эта каюта? Она где-то здесь. Пади, найди что-нибудь в этом бардаке. В момент сомнений, иди на сурат смерти. Может, спросить у кого-нибудь дорогу? Я не знаю. Эй, я способен попросить о помощи. Помоги мне закончить с идётским задачи. Во, видишь? Есть тут кто? Карел? Микки? Никого. Точно никого. Может, прячутся. Тут всегда были странные надписи на стенах. Попробуй взломать её компьютер. Может, смогу стереть досье на себя? Ракета. Шутка. Я посмотрю бортовой журнал, чтобы узнать, что произошло. Ладно. А мы пока осмотримся. Может, найдём какие зацепки. Никки? Я вижу следы потасовки, Питер Квилл. Да, ничего хорошего. Ах, аппетитно. Есть идеи, как это понимать? Нет, но здесь пахнет кровопролитием. С каких это пор ты научился говорить образно? Я способен расти над собой. И тебе рекомендую. Наверное, это её старший. Она часто о нём рассказывала. Он ведь был нахален? Когда читал... Да. И муж её тоже. Это объясняет её бесстраховое строительство. Ей нечего было терять. Что это? Угроза какая-то? Согласно законам о чистоте крови, Совет Кри требует свидетельства происходящей дни. Законом о чистоте крови? Карелла об этом тебе не рассказала. Кри очень серьёзно относится к чистоте своей крови. Плохо дело. Для тебя? Да нет, для Ники. Думаете, в этом как-то замешаны Кри? Совет Кри действует прямолинейно. Если они хотят кого-то покорять, об этом узнаете. Карелл и Ники показательно повесили бы. Ничего ж себе! За отвагу и героизм в противостоянии безудержной тирании. Это высшая награда у Кри. Вот почему у меня такой нет? Я кучу раз был героем. Ты не Кри. И вовсе она на меня не похожа. Она синяя? И почему Карелл мне о ней не сказала? Она пыталась её защитить. По законам Кри о чистоте крови, в отношении с тобой карается смерть. А, ну, да. Значит, когда Карелл говорила, что нам нельзя... Она говорила всерьёз. Никки сама её собрала? Да. Устройство для окрашивания? Разве Кри красят волосы? Только чтобы что-то скрыть. Ого! У Кри бывают комиксы? Я удивлён. Совет Кри весьма строк по части допустимой формы развлечения. То есть это, типа, суперценная вещь? Отсюда поподробнее? Удостоверение личности Никки. Но что-то с ним не так. В каком смысле не так? Не пойму, какое-то оно неправильное, что ли? Не уверен. А дата её рождения на этом документе есть? Запретует она сроков у нашего неукрита. Я не в курсе. Что ты нашёл? Иди и сам посмотри. Эй, Крилл! Хочешь глянуть, что я нашёл? Что здесь такое? Остал. А наш капитан должна вести журнал. А ты ведёшь? Я о чём? Записи пропали. Все! Словно миросознание попыталось вообще всё отключить. Выключить и включить. Пробовали? А резервные копии? Разве на кораблях корпуса нет для этого специального сервера? Точно. Нексус, да. Если в системе остались фантомы, то... Я в этом не участвую. Не в буквальном смысле фантомы. Он про остатки данных. Так? Да. Но придётся подключиться к Нексусу напрямую. С мостика корабля. Мы не уйдём, пока не выясним, что случилось. Значит, идём на мостик. Судя по схеме корабля, мостик должен быть там. Не бойся, Карел. Я обязательно тебе её верну. Питер, нам ведь нужно на мостик найти бортовые журналы? Да, да. Я просто смотрю, не пропустили ли мы чего? Вот чё, для пса! Это ж один из тех жрецов! Значит, церковь и впрямь в этом за... О, нет. Твой же хвост! Я сваливаю! Не двигаться! Не двигаться! Отчёт, Люксан, на нас на пол! Гигантский робот? Трёвный жрец! Трёвный гигантский робот-жрец! Да, да, да. Это точно должно пойти в отчёт. Нет, они до сих пор не понимают перед обнованием. Будешь больно, но быстро! Мы его всего лишь поцарапали! Значит, церковь Брэйкера как-то в этом замешана? Отступный грех самому подтвердение! Мы не забыли, но нам надо вести себя незаметно! Кажется, это было больно! Надеюсь, не кажется! А теперь к делу! Каппарат просто не сдастся! Чё, один существо, обладающее кожей, весьма отрады? Я не знаю, но мы тогда на него боимся! Спотай, дружище! Такое ощущение, что я палю в него уже вечность! Мы без тебя никуда, зоровяк! Так это робо-шред или шред-руб? О, вон он! Ты без нами не сладень! Если не отпустишь его, я тебе глаз вывяжу! А он вообще знает, что какое-то? Да! Вреда больших кожей! Видимо, кто-то решил, что это самая важная часть корабля! Не знаю! Зато все сложно, а не потом в порядке творится! А ведь в локе не могут пробить его в норму! Отбавай его кровь! Так давайте как-нибудь его разборим! Стоять! А-ха-ха! Клаб, получай! А-ха-ха! Клаб, получай! Подробнее, нужно рассказать собаке о жреце! Роботе жреце! Я ведь труд. Труд, говорит, псины не отвечают. Продолжай вызывать. Мы подумаем, как отсюда выбраться. Правда? Это же серверные, так? А серверы — это информация. И что, я провод от сервера в башку себе воткну? Нужен центральный терминал. Ты сказал, мостик в той части коридора. Значит, надо перебраться туда и наверх. Ну и как перебраться? Визор у Питера. Если он его не сломал. Не сломал я его. Нормально. Достойно, Питакрил. Я есть грудь. Откуда мне знать, почему Пудель не отвечает? Пытайся снова. Так, судя по той карте, Нексус должен быть прямо над нами. Мне швырнуть, грызуна? Нет! Да брось! Ладно, осмотримся. Может, что найдем. В отчет для Пса. Нам повстречался новый могучий противник. Фантомы не обнаружены. Да не буквально, фантомы. Фантомные данные. Следы стертой информации. Дано его. Пусть думает, что это фантом. Смотримся. Может, что найдем. Странно, да? Такое ощущение, что миросознание словно бы выключилось. Очень странно. Может, оно перезагружается? Знаешь, из всех слов, что ты мог употребить, это на удивление уместно. Или перезапускается. Я путаю. Никогда не понимал, с помощью какой магии хранить столько информации. Это ты про серверы? Про все. Серверы, компьютер, те. То есть ты вообще не понимаешь, чем я занимаюсь? Именно. Я вижу там в углу открытую панель. Уверенно нам туда. Отлично. Осталось только перепрыгнуть через эти плавающие серверные штуки. Предельно безопасно. Они удерживают в себе немыслимые объемы информации. Уверен, наши тщедушные тела они тоже выдержат. Ну, мое выдержат. Я есть, Грут. Ну и твое тоже. Это очередная ситуация, в которой лидер первым не идет? Не разбей грызун стекло. Всего этого можно было бы избежать. По-твоему, это он виноват? От него панической беготни оно окончательно треснуло. То есть твоя гигантская поза тут была совершенно ни при чем? Эй, Грут, еще не удалось связаться с космо? Я, Грут. Нет, никак. Доберемся до мостика, сигнал наверняка будет лучше. Нет, оно не так работает. Ну вот, добрались. Командный центр. Значит, вон там находится терминал управления Нексусом. Надеюсь, там будет то, что мы ищем. Квилл, доверяю это дело тебе. Это для тебя нетипично. Небось думает, что терминал заминирован. А, это все объясняет. Э, это не мне тут не имется узнать, что случилось. Пусть сам все убит. Питер, ты нашел что-нибудь полезное? А, ну, кое-что. Чего же ты ждешь, Питер? Сейчас, да, я готовлюсь психологически. Интересно, это что? Да, фигня какая-нибудь. У этих ведроголовых кругом одни предписания. Небось, в туалет без такой не сходишь. Я есть грунт. Нет, это плохая идея. Даешь свободу писать где хочешь и когда хочешь. Фу. Я говорил, он настоящий монстр. Я не понимаю, почему Питер Крилл не подключается к Нексусу. Он боится фантомов. Жаль. Я есть грунт. Э, грунт спрашивает, не от того ли это, что он страшится ответственности? Разумеется. Однозначно. Нет. Как думаете, может нам пригодиться код доступа? Вполне. Вот уж точно. Не попробуешь, не узнаешь. В отчет для пса. Мы добрались до командного центра, но Питер. Хм. Может. Ракета, давай уже ты. Нет. Обычный компьютер, ладно. Но на Нексусе я своих отпечатков не оставлю. Что нашел? Да так, личные записи. Что скажешь, Грот? Я есть грунт. Говорит, она лучше. Я есть грунт. Может, боится узнать, что они погибли. Откуда мне знать? В отчет для пса. Мы добрались до... Ха, класс. Вот это усы. Что там? Выходит, номер жетона Коррелл 0-0-0-1. Она номер один? После галактической войны миросознание сбросили всю нумерацию. Ракета, давай уже ты. Нет. Обычный компьютер, ладно. Но на Нексусе я своих отпечатков не оставлю. Может, боится узнать, что они погибли. Откуда мне знать? В отчет для пса. Мы добрались до командного центра, но Питер Квилл отказывается подключаться к Нексусу. Ну, конечно, код доступа. Ракета, ты мог бы... Сломать Нексус? Без шансов. Тут сверхсовременная защита. Ну, значит, ищем код доступа из четырех цифр. Один-один, один-один. Почему один-один, один-один? А почему не один-один, один-один? Это ты мне скажи. Это подходящее число. Легко запомнить. Вмять. Не то. И это не то. Да! Получилось! Открой досье преступников. Там мое личное дело. Ставлю двадцатку, у меня длиннее всех. Ть, у них список приводов один на двоих. Про этого я слышала. Он из Смертельного Легиона. Это такая частная армия. Хм, Смертельного? Скорей, сопливого. Да что у вас, земняков, затяга к дебильным именам? Эй, эй, эй! Звездный лорд, это тебе не какой-то там темный ястреб. Одно – самая крутая группа всех времен, а другое – птица. Какой, оказывается, у Дракса список приводов длинный? Мать твоя так же сказала. Мамочка-то у него умерла. Я думала, там будет больше. Как же мало они знают. Тебя, кумпологоловым? Только через мой труп. Для сравнительно оседлого вида земляне много где побывали. К сожалению. Эй, а это не тот, кого мы видели, когда пытались выплатить штраф? Точно, вот. О, тут подружка Дракса? Леди Хеллбендер не моя подружка. Пока что. А это твой приятель из бара? Ага. Ага. Великий объединитель Рейкер. Что же ему было нужно в карантинной зоне? Вряд ли что-то хорошее. Читайте и завидуйте, сосонки. Нет такой статьи, которую бы нам с Гротом не предъявляли. Вот так. Предъявили, значит поймали. Ты в курсе? И что? Ого. А копы умеют пуститься во все тяжкие. Обвинитель это эквивалент судьи, присяжных и палача. Ну да. Ого. Твой список приводов длиннее, чем я думала. А ты думала, он какой? Крошечный. Еще один земляник. Да я ж говорю, Квилл. Ц-53, помойка галактики. Кстати, из-за назначенной Йонду награды мы встретили Квилла. Хорошо, я убедил вас меня не сдавать. Хм, с чего ты взял? Мне не знаком этот Кри. Он из безымянных. Ооо, страшно. Ладно, давайте посмотрим. Переходи уже к самому интересному. Сила нового в действии. Медитация и душевное здоровье. Практическое руководство. Я бы взяла себе экземплярчик. Я пас. Я не поняла, она превратилась в лейку? Так мне сказали. Я вас ненавижу. Не нравится мне это? Наверное, файл испорченный. Как и все в этой галактике. Внимание, опер-группе. Все отбывающие на задании в карантинную зону должны удостовериться, что их встроенные камеры включены. Спасибо. Карел такая, Карел. Все по инструкции. Да уж. Это список ведроголовых. Ах, Квилл, мы и так знаем, что твоя подружка тут работает. И что? Тут может быть ценная информация? Агент Таноса? Гамора, как ты это объяснишь? Никак. Это ж было не я. Зацените. И у Ники досье. Скучно. Я слышал о нем. Он был героем. Вот только мертвый герой ни хвоста не значит. Вот лучки? А кто за главного? Хороший вопрос. Это специально врезалось в Левиафана, но все равно считается лучшим пилотом, чем Квилл. Эй! Что? Правда глаз, Коль? Ого! Да, прям глаз не оторвать. А ведь могли бы и дальше читать досье на меня. Не надо. А я-то думала, как они нас засекли. Значит, Квилл на сенсора напоролся. А это не тот буровой корабль из карантинной зоны? Ну, супер. Похоже, твоя связь с синей подружкой не помешала ей продолжать шить на нас дело. Я все же не понимаю, как корабль церковника взорвался. Корпус снова славится дотошностью в вопросах безопасности. Это называется тупизм, Дракс. И у медроголовых этого хоть отбавляй. Тут наверняка что-нибудь будет. Эй, а это не... Корабль, который мы обшарили в карантинной зоне? О! Когда сделана запись? Сигнал усилился. Значит, мы близко. Насколько? Неясно. Слишком много помех. Центурион Карел, посмотрите. Эй! Что ты здесь... Забеги! На! Бегися! Она вошла после нас. Ох, мять. Ты, тварь. Как считаешь? Это существо съело нашего монстра. Фух. Да там миллион таких. Туда ведь не зря летать запретили. Я не буду. Нет, это ты, Юлиш. Видишь, эта тварь не имеет к нам отношения. Камень, что подняла Карел. Кажется, мы в него стреляли в карантинной зоне. Э, мы? Ты в него стрелял. Ладно, я не об этом. Из него появилась та странная тень. Мы причина. Карантинная зона, большая душегубка. Ну, выпустили мы эту тень. Сами-то выбрались. И твоя подружка, скорее всего. А говорил всю дорогу, что она скорее мертва. А, может, жива, может, мертва. Неважно. Главное это, мы все целы. Карел крутая. Если кто и выбрался, то она. Я знаю. Гляньте-ка, стражи галактики. Вы поняли нас неверно. Да что уж тут непонятного. Жертвовать иногда приходится... А кто его знает? Грут. Верхом на звездах. Объединитель. Рейкер. Верно? Без дураков. Нам льстит, что мы у вас на слуху. Правда, ребят? И так круто, что вы не пришили нас сразу. Да еще при помощи ваших горилл. Они было собирались порвать нас, но появились вы. В общем, за это мы вам благодарны. Но просим вас ответить на парочку вопросов. Скажем... Где сейчас Центурион Корелл? И ее дочь? За правдой вы сюда пришли. Радуйтесь. Матриарх желает ее вам открыть. О, а вот это совсем не круто. Да, есть грудь. В смысле он не отвечает? Идем. Матриарх ждет. Редактор субтитров А.Семкин